Великой Отечественной войне 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 И сказать большое спасибо, что вы пришли почтить память нашего брата и разделить с нами боль нашей утраты. Право открыть мемориальную доску герою России Канамату Баташеву предоставили старшему брату, летчика Марату и главе администрации Карачаевского района Спартаку Кушетерову. О завершении мероприятия все собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших в зоне СВО и возложили цветы к мемориальной доске. Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Новая Тиберда. Лучшие дети. В Черкесске открылся центр для детей с ментальным нарушением речи. Как отучить особенных детей от гиперопеки родителей и научить самостоятельно справляться с домашними делами, расскажет наш корреспондент Майя Хамдухова. Проект «Мам, я сам» создан при поддержке фонда президентских грантов. Он направлен на помощь семьям Карачаева-Черкесии, где воспитываются дети с ментальным нарушением речи. Направление данного центра – это именно обучение бытовым навыкам для детей с ментальным нарушением и неврологическим статусом. Идея данного проекта у нас возникла, так как в ходе деятельности нашего фонда мы регулярно сталкиваемся с тем, что очень многие детки не самостоятельны. Возможность стать самостоятельным без гиперопеки родителей повысит самооценку детей, что положительно влияет на коммуникабельность и социальные взаимодействия с окружающими, рассказывает педагог-психолог Лейла Авдокова. «Чем больше ребенок самостоятельен, тем выше у него самооценка, потому что он знает, я и это могу, я и вот это сам могу. Очень важно, что сам. Мы здесь их обучаем и выходить за пределы дома, то есть самостоятельно сходить в магазин, например». «Особенность нашей занятий состоит в том, что ребенок смотрит на визуальные подсказки, а также на речевые подсказки педагога. И поэтапно выполняет работу, которая кажется нам всем рутинной. Таким образом мы закрепляем здесь навык, дома нам родители помогают, и получается, что у него какие-то жизненно необходимые самостоятельные навыки уже вырабатываются на автомате». Благодаря проекту «Мам, я сам» у воспитанников центра уже наблюдается положительная динамика. И это, пожалуй, лучшие наблюдения для родителей, у которых есть возможность следить за процессом обучения и воспитания дистанционно. «Специализированная помощь впервые. Я очень рада. Мы надеемся, что будем ходить не первый раз, уже не первый потоком. И научимся много мы, которые в дальнейшем жизни, у нас это все пригодится. Потому что это необходимость такая острая, особенно ребенок, чтобы он самостоятельно мог выполнять элементарные вещи». В самом центре царит приятная домашняя атмосфера. Любимые игрушки и гармоничное оформление интерьера центра создают комфортные условия для развития детей. В каждой комнате для них подготовлены карточки с заданиями для их обязательного выполнения. И каждый профильный специалист учит ребенка режиму, по которому у них вырабатывается такая обязательная форма ответственности. Ведь любая мама мечтает о том, чтобы ее ребенок стал самостоятельным. Чтобы ежедневные дела по дому не стали бытовой рутиной, а наоборот, приносили радость и удовлетворение как родителям, так и детям. Майя Хамдохова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. За звание «Дефектолог года» и «Логопед года» соревновались 9 лучших специалистов. По итогам конкурса «Лучшим дефектологом года» признана Валентина Моисеева, учитель коррекционной школы Черкесска. В номинации «Логопед года» первое место заняла Юлиана Экзекова, учитель школы-интерната имени Латокова. Победители конкурса награждены дипломами и премиями Министерства образования и науки Карачева и Черкесии. Что общего между карачаевцами, балкарцами и венграми? История, культура и язык считают гости из Венгрии ученые-тюркологи, прибывшие в Карачево-Черкесию, чтобы собрать фольклорный материал. Они в рамках года «Столетия газеты Карачаев» встретились с коллективом издания, поздравили с предстоящими юбилеями и поучаствовали в небольшой тематической пресс-конференции. Мадина Каракетова продолжит. 85-летняя жительница Черкеска Даумхан Блимготова исполняет песню, а Бауле Мара, ученая тюркова Гезвенгерской академии наук, Давид Кара и Акуш Гергей, все скрупулезно записывают – и текст, и живое исполнение. Они уже много лет собирают песни, музыку и предания тюркозызычных народов. Даумхан Блимготову специально пригласили в редакцию газеты «Карачаев», чтобы она вживую исполнила для их гостей старинные карачаевские песни и напевы, которые она знает в большом количестве. В течение нескольких дней венгерские ученые-тюркологи посетили балкарские и карачаевские села, общались со старожилами, учеными, языковедами и историками. И эта работа была весьма плодотворной, рассказывает гости коллективу газеты «Карачаев». Мы нашли много песней, записывали более чем 170 мелодий. И я уже 24 лет продолжаю эту работу и нашел приблизительно 8-10 таких мелодий, которые никогда еще не слушал. Ну и такие мелодии мы нашли, которые являются мелодическими вариантами, мелодических типов венгерской народной музыки. Так близкие варианты нашим народным мелодиям. И это наиболее интересно для нас. А интересно-то потому, что у венгров, карачаевцев и балкарцев отникор не считают венгерские ученые-тюркологи. Их предки на территорию современного венгерского государства перебрались еще в IX-X веке из территории Кавказа. Гости рассказали, что им удалось собрать внушительную коллекцию народной музыки. Ее можно послушать на специальном сайте, который они также в рамках этой работы создали. На сегодняшний день в этой коллекции более 3500 песен и мелодий, говорит Ахош Гергей, в планах ученых-тюркологов Венгерской академии наук, издания монографии и тюркоязычной фольклоры народов Северного Кавказа. Коллектив газеты «Карачаев» также сделал актуальный подарок гостям. Они нам принесли информацию и мы поделились тем, что есть у нас. Еще и на радио у нас очень огромный фонд, народные песни, песни в исполнении хора радио. Это уже много лет тому назад записывалось, поэтому думаю, что это тоже ценно. Мы это все закинули им, флешку, и около 300 песен мы им уже подарили. Возможно, эти песни фольклористы уже и слышали, но прелесть народного творчества в ее вариативности считает Сальма Кархмазова и уверена, что эта встреча была не просто интересной, но и полезной для всех ее участников. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В эти выходные 25 и 26 мая в Аулю Кызылоктябрь Зеленчукского района во второй раз пройдет открытый турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Магомеда Хусеевича Чучаева. Для участи приглашены спортсмены из Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. Лучшим в своих весовых категориях организаторы учредили денежные вознаграждения в размере 50 и 100 тысяч рублей, а главный приз победителя в абсолютной весовой категории – 1 миллион рублей. Взвешивание участников состоится завтра в 15 часов. Открытый турнир по борьбе на поясах в памяти Магомеда Чучаева состоится в субботу и воскресенье, начало в 10 часов. Северокавказская государственная академия была представлена на образовательном саммите в Индии от Карачаева-Черкесии. Проректор по научной работе Далхат Идиев и помощник ректора по работе с иностранными студентами Артур Булатов поделились впечатлениями от поездки и рассказали о ее пользе. С ними встретилась Альбина Ламкова. Продолжение следует...